Вот, насколько у него там хватит, не знаю, заряда батареи, там, Wi-Fi, я не знаю, в общем, давайте мы ему дадим слово, а потом я уже буду смотреть по ситуации, буду уже там смотреть, либо будет презентация, либо какие-то ответы на вопросы, будем по ходу, если разбираться. Ричард, тебе слово, давай. Тебя все ждали очень давно, давай. Хорошо. Да, приветствую, ребята. Значит, я взял с собой специально штекер, чтобы от автомашины заряжать компьютер. Wi-Fi, я понимаю, здесь у нас круглосуточный, и завтра я уже устанавливаю себе второй раутер от других провайдеров, и поэтому у меня будет два запасных. Ну, так как действительно время напряженное, и все хотят знать, что же происходит в компании, то вот из тех обрывочных сведений, которые доходят до меня, все идет своим чередом. То есть людей приводят в порядок, сортируют теперь анкеты, которые все, надеюсь, заполнили. И что происходит дальше? Как только компания увидит, что у нее набралось 50 тысяч верифицированных international viewer в США, потому что каждый из нас в Америке сейчас очень важно, должен подать о себе знать. Практически все, кто в нашей команде, их всего 26 тысяч, все подтвердили свои адреса, сделали свои анкеты, поставили приоритеты, что они хотят видеть. Я поставил все, на всякий случай, чтобы все, видеть любую рекламу. А там мы разберемся, потому что, как я понимаю, от того, как вы ответили в анкете, какие ваши интересы, какие рекламы будут вам давать. И чем больше у вас интересов, тем больше вы интересны рекламодателю. Поэтому, когда кто еще не заполнял, заполняйте все. Вам интересно все, вы очень активный, успешный и богатый человек. Только, пожалуйста, не пишите, что ваши доходы составляют полмиллиона долларов в год на всю семью, а то они вас испугаются. Пишите реальные деньги. Например, чтобы вы себе представляли, 46, 48, 50 тысяч долларов на семью в Америке считается хороший доход, 45 тысяч долларов в год. Не пугайтесь, не в час, да, не в час. А то многие думали, что так дорого. Таким образом, если вы показываете, что вы платежеспособный, то, естественно, вам будут показывать более дорогую рекламу. Ее всегда приятнее смотреть. Как я и говорил, вам мне больше нравится смотреть дорогие дома, машины, яхты. И каждый рекламодатель надеется, что человек моего уровня может себе позволить купить еще один дом, еще одну яхту и еще одну машину. Таким образом, конечно, реклама имеет под собой место привлечения клиентов и нас, в первую очередь, как международных просмотрщиков, international viewers, как потенциальных покупателей. Чтобы вы себе представляли, что вот такая массированная атака на потребителя, которым мы являемся с вами, мы не только просматриваем, но мы и потребители. Почему? Потому что, например, у себя дома в США мы не ходим в магазины. Мы все покупаем в интернете. Каким образом до нас доходит информация? Через рекламу. Или рекламу закидывают на Google, или на Facebook, или на какие-то другие источники, или она у нас идет прямо с почтой. Одним словом, рекламодатель пытается всяческими путями нас найти. Компания THW Global позволила, как бы, пойти чуть-чуть дальше. Она специально взяла с нас разрешение рассказать о себе как можно больше. Как вы видели, вопросов довольно много. За такие вопросы в Америке бьют по голове, потому что слишком много информации мы о себе открываем. Но, тем не менее, раз уж мы сюда пришли работать, то о работнике компания имеет право знать больше, больше, чем обычно. Поэтому терпим вас вообще как бы хорошо, вы далеко, ну а мы уже себя объявили. Кто мы, что мы, сколько мы получаем, какие у нас интересы и так далее. И так, как только отдел начнет работать, он начнет рассылать вам каждому в БКО, которые вы должны выйти просматривать. Соответственно, ваш язык, все, что вы там отмечали, будет учтено. Если вы видите, то сейчас, скажем, вам письма приходят сразу на том языке, который вас устраивает. Вы можете один раз установить в БКО язык, и все будет у вас по-русски. Конечно, мы знаем, что сейчас на нас, на лидерах, очень огромная ответственность в сфере подготовки и образования вас, как живущих за пределами США. На основании чего мы будем делать уроки? Это в первую очередь на основании нашего опыта. Как только я начну просматривать эти видео, давать комментарии и делать всю работу, которую требует от меня компания, то, естественно, я получу первые шишки в голове, да? Потому что иначе никак. На основании своих ошибок я буду давать вам видео. Или с Алексеем мы что-то будем записывать вместе, или я буду давать какие-то конкретные от себя, у себя на канале или в открытом доступе. Для чего? Вот, посмотрите, все, что мы будем делать, это все равно профессия. Как бы там ни было, как бы к ней ни относились, но это профессия, которую нужно освоить. Так как основные планы, которые на охват всего мира, нам нужно будет подготовить всех людей, кто в наших командах во всех частях света. И поэтому я думаю, что где-то месяц, это мой взгляд, опять же, я не могу сказать про компанию, месяц мы будем готовиться на основании нашего опыта, как первооткрыватели в Америке, которые начнут делать первую работу. Итак, на основании нашего опыта мы сделаем уроки. Как будет потом происходить у вас? Я думаю, что точно так же, как и у нас. Вы будете делать первые шаги, получать первые отзывы от компании, что вы сделали так или что-то не так. И со временем мы договоримся, как работать слаженно, уверенно, чтобы не было никакого страха у людей перед тем, что они не знают языка, они не знают там некоторых технических моментов. Не боги обжигают гашки, говорю это в сотый раз. Любого человека, если он хочет, можно научить. Лично я настроен очень оптимистично и продолжаю строить огромную команду. Я думаю, что где-то 500 тысяч человек в этом году я обязательно приглашу в этот бизнес. Не сам, конечно, извиняюсь, не сам, со всей нашей командой. Таким образом, я вижу, что вот эти даже 500 тысяч – это только в 2016 году, чтобы все понимали. На 2017 год я еще планы не строил. И если уже мы вместе и создаем вот такую огромную команду, то мы должны в первую очередь понять, какая ответственность лежит на каждом из нас. То есть каждый пригласивший кого-то в бизнес должен, первое, всегда быть с ним на связи. Исключительно, если у вас есть интернет, даже вот у меня его сейчас нет, видите, я приехал на бензоколонку и хоть как-то, но подключился к вам. Таким образом, все ответы на вопросы вы должны давать только своим прямым людям. Почему я советую это делать? Во-первых, поднимайте свой авторитет. Во-вторых, не загружайте ваших спонсоров ответы на вопросы вашим нижестоящим людям до 10 уровня. Потому что иногда пишет какая-нибудь нововведенная бабушка и говорит, вот у меня нет никого, я вообще не запопала. На самом деле, сюда просто так никто не попадает. У каждого есть свой спонсор, каждый имеет возможность к нему обратиться. И внимательно, все письма, которые у вас идут в сообщение, посмотрите, которые у вас прочтены, которые нет. Когда вы получили письмо, вы должны ознакомиться, что пишет вам компания. Второе, кто к вам присоединился и сразу же с ним провести первую встречу. Почему? Потому что, например, у меня 90% людей, которые приходят в бизнес, я их не знаю. Кто они? Я их впервые вижу, слышу. То ли они нашли меня через видео, то ли они нашли под другим каким-то каналом. То есть мне нужно с ним познакомиться, понять вообще, какого уровня человек, сколько нужно в его обучить элементарным вещам. Таким образом, поддерживать связь. Вот эти вот люди, которые приходят к вам с холодного рынка, вот с ними вы обязательно созвонитесь и отметьте письмо, что вы его прочитали. Почему? Если вы не будете заходить в ваши сообщения, то тогда компания будет считать, что вы не активны, вы не работаете со своей командой. Это всегда причина задать вам вопрос. Вы вообще есть? Вы с нами? Или вы еще отсутствуете? Так как подготовка идет не только в компании, но и у нас между собой, то, естественно, огромная роль сейчас для тех, кто может. Первое. Делать знание, кто знает, как снять хорошее видео о себе. Как материалы на всех там Facebook, ВКонтактах и других, LinkedIn. Для чего это нужно? Чем больше вы рекламируете себя, тем больше приходят к вам людей с холодного рынка. Так как горячий рынок, наши знакомые, это люди, которые придут к вам позже. Они придут тогда, когда вы получите первые чеки, когда вы сможете уже сказать людям, что вот действительно компания работает, вот у меня такие-то деньги. Вот тогда придут ваши личные люди, ваши знакомые и даже родственники. Поэтому сейчас я советую не тратить время на них. Скажите, что вы здесь, и для этого достаточно. И пусть они смотрят, наблюдают, что будет с вами в дальнейшие месяц, два, три. Напоминаю тем, кто никогда не работал в системе MLM. Есть и таковые здесь, есть из наших новичков. То из моего 26-летнего, 27-й год я работаю в MLM, опыта, я знаю одно. Чтобы построить хороший бизнес в MLM, нужно потратить от одного года до трех. Чтобы получать постоянные чеки от компаний, вам нужно проработать в этой компании активно не меньше трех лет. Это из моего опыта. Люди, которые уходят из компании раньше этого срока, как правило, не получают больших чеков и вообще о них очень быстро забывают. Поэтому в данном случае, поскольку это международный, глобальный проект, то я вам советую на него обратить особое внимание и быть как можно активнее. Давать свои предложения спонсору, а спонсор уже передает дальше. Давать какие-то свои находки. Как можно скорее выполнить то, что в планах компании. Это за два месяца у нас должен быть миллион. Я вижу, что мы идем с опережением. Но тем не менее, когда достижение, то никто не останавливает нас за сколько дней компания сделает благодаря нашей активной работе миллион. За два месяца, за 45 дней или за 30 дней. Таким образом, это любое достижение любой компании влияет прежде всего на наш с вами рейтинг. На мой, на Алексея, на вас, каждого. Потому что здесь принято работать командами. И когда команда, вся команда чего-то добилась, то это, естественно, результат каждого из нас. Это достижение, благодаря которым мы с вами создаем себе сейчас огромный фундамент доходов. Сколько бы ни стоил час, в какой бы стране не работали люди у вас, не огорчайтесь, потому что если у вас их много, то неважно, какая будет ставка. А то мне пишут, Ричард, у нас 150 рублей в час оплаты труда. Неужели нам будут платить только 300 рублей в час? Ну, во-первых, понимаете, в рублях никто здесь не оценивает работу. Во-вторых, как будет подходить компания к оценке вас, живущих в России, Украине, Казахстане, Польше, Франции, Германии и так далее, мы не знаем. Я не знаю ответов на этот вопрос. Хотя мне все говорят, вы должны уже знать. Я говорю, конечно, если бы у меня был фейс-куран, я бы взял прямо, как в телефонном справочнике, посмотрел бы, сколько стоит час, и тотчас вам ответил, что у вас, как говорится, сайт. Сайта, как видите, еще нет. Все говорили, что вот сейчас где-то нам посмотреть видео, где основной сайт. Видите, нет пока сайта. Есть регистрационная страница, сайта про заработки. Мы все ждем его, и как только он будет, я первый вам сообщу. Поэтому что делать сейчас? Это один вопрос, который все мне задают. Сегодня только мне стоило выехать в библиотеку, интернету ближайшему, то я получил, наверное, тысячу вопросов, когда компания начнет давать видео. Я всем написал. Я могу у вас точно так же спросить, когда компания начнет давать нам видео. Потому что, как называется, не связывайте меня с employee компании. Employee – это служащие внутри компании, которые работают на зарплату. Мы с вами, и я, и Алексей, и все, кто нас окружают, наши партнеры, мы не служащие компании. Мы ее свободные, независимые international viewers. Поэтому, конечно, до нас информация доходит в таком же порядке, как и до вас. Ну, иногда, может, в каких-то там кулуарных, телефонных разговорах дойдет что-то и большее. Но мы понимаем, что наши конкуренты не дремлют, и поэтому мы ничего не говорим лишнего, тем более в эфир. Компания выкладывает сейчас в сообщениях. Это, естественно, не все, правда, читают. Но вы посмотрите, сколько писем у вас скопилось. У меня, наверное, уже около 50 писем. Каждый день приходит новых, потому что каждое регистрирующееся письмо, какие-то новости от компании, письмо. Вот. Поэтому внимательно читайте их. Если вдруг какие-то непонятные вопросы, задавайте спонсорам. Следующий вопрос. По чатам. Вот мне многие пишут, Ричард, добавьте меня в чат. На моей панели, скайпа, уже 8 чатов. В каждом по 600 человек. И они мне только мешают, в принципе, работать, потому что там все время идут клики. Люди спрашивают один и тот же вопрос по 100 раз. По 100 раз ему отвечают. И поэтому я последние дни даже не захожу в чаты, потому что там ничего полезного нет. Самое лучшее, что вы можете сделать, если вам нужна какая-то маленькая группа людей, то сделайте следующее. Откройте свой внутренний лидерский чат, между собой делитесь информацией, но в эти большие чаты не идите, потому что, во-первых, через них приходит очень много негативно настроенных людей. Кому-то что-то не нравится, кто-то еще не видит вывода денег. Мне так и пишут в основном. Ричард, куда вводить данные из своей кредитной карты, чтобы платили деньги? Не спрашивают, где взять видео, не спрашивают, как его посмотреть, как написать. А сразу скромненько, куда внести номер карты? Хорошие люди, я ничего не спорю. Считают свои деньги. Все правильно, но рановато. Конечно же, карты, скорее всего, мы вносить не будем. На мой взгляд, должно действовать все-таки такое правило. Вот есть кошельки, такие как PAYSA, такие как BITCOIN кошелек и так далее. И таким образом, ваша информация вся о вас уже в этих кошельках есть. И когда компания будет выводить вам на какой-то из кошельков, это сохранит, во-первых, анонимность, то есть не будет видно, кто вы и что вы, только кошелек знает ваши данные. И во-вторых, там обязательно ваш кошелек привязан либо к банковскому счету, либо к вашей карте, либо к BITCOIN кошелек, в счету на блокчейне. То есть это сейчас, поверьте мне, не самый важный вопрос. Важнейший вопрос к тому, что не так часто вам, и мне в том числе, удается прийти в компанию на прелаунч. Сейчас объявлен прелаунч, но не старт. Многие говорят, компания стартовала. Что такое прелаунч? По-русски это пред, пред, но это не старт. Для чего нужен прелаунч? Чтобы привести в порядок взаимоотношения между партнерами, компании, компании дать возможность показать уже заказчикам, кто мы есть, и таким образом начать нашу работу уже безо всяких. Как только будет объявлен старт компании на сайте, вы все это увидите, и с этого момента начнется работа. Пока мы все организуемся, пока мы все приводим в порядок свои команды, компания приводит в порядок технические инструменты, которыми она будет доносить до нас тот или иной контент или требования к нам, как мы будем давать свою обратную связь с ними. То есть пока все организуется. Но помните, опять же, на прелаунч очень важный момент. Не работает ничего пока, только регистрация. Но зато еще у вас огромное количество людей, которые не знают о компании. Сейчас всего больше 500, по-моему, 15 тысяч в компании. Это не так много. 515 или 520 тысяч. Не вижу я сейчас в своей страничке, так как разговариваю с вами. Но это, поверьте мне, только самое начало. 12 июля, вернее, июня первая информация пришла к Хулио Варелло. Таким образом, еще нет месяца, как мы разрабатываем почву. Так как мы пашем в поле, в поле, да, мы с вами, каждый из нас. Поэтому имейте терпение. Никуда спешить не надо. Нужно спешить только в одном. Это строить свою команду, как можно шире в разные страны. Это самое главное. Потому что чем больше у вас стран, тем больше у вас дохода разного уровня. Даже если у вас, помните, будет, предположим, вы живете в какой-то стране, где невысокая оплата, но люди, которые под вами, ваши international viewers, находятся в США, в Японии, в Германии, где платят хорошо, то это ваши люди. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь ко всем, пользуйтесь Google Translate переводчиком, он все вам расскажет, как сказать привет, hello и так далее, и так далее. Не стесняйтесь общаться, потому что человек все равно, тот, который будет работать, получит все на своем языке. Испанский, немецкий, английский. Ваша задача только бросить себе, а все остальное вырастет уже без вас. поскольку, я думаю, основные вопросы мы все осветили, то есть нет таких сегодня срочных дел, анкету заполнили все, команды все умеете, как строить, делайте презентации лично на тех языках, которые вам доступны. Если вы говорите на трех языках хорошо, на двух хорошо, на пяти тоже хорошо, привлекайте людей, которые живут в новых странах, к тому, чтобы они делали презентации, делали веб-конференции, как он сейчас делает Алексей, потому что это повысит трафик в вашу сторону. Люди ждут информации, но не все могут вот так где-то набрести на сайт компании, тем более не могут без вас зарегистрироваться, а значит, они будут обделены информацией. Вот чтобы этого не происходило, обязательно посылайте всем, как можно большему количеству людей. С завтрашнего дня у меня будет уже нормальный интернет, не надо будет вот так сидеть в машине, и я думаю, что мы еще с вами будем проводить уроки, всевозможные уроки тем, кто не был в МЛМ, тем, кто не знает, как себя развить в интернете. Вот на эти вопросы уже даже такие лидеры, как Алексей ответят вам больше, но я тоже буду делиться опытом, потому что сейчас просто некогда даже заснять видео свое, чтобы рассказать о том, как я добивался успеха, в каких компаниях я работал, и так далее, и так далее. Для чего я это сделаю? Потому что в общей сложности, как я и говорил, в разных компаниях за эти годы у меня прошло около 2 миллионов человек. Не все знают, что я сейчас, кто-то может быть поменял место жительства, и так далее, но все помнят, как я выгляжу, знают мой голос, потому что лекция финансового планирования находится в архивах у тысяч, тысяч, тысяч моих учеников, которые были на моих живых семинарах, которые уже застали и мои вебинары, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, я продвигаю себя, чтобы вы понимали, но и вы на этой волне как бы можете продвигать себя, потому что, как бы там ни было, вы все в моей команде, что очень приятно. Благодарю вас, я думаю, что Алексей дальше скажет вам еще что-нибудь, а я вынужден с вами попрощаться. Не так быстро, Вичард. Всем пока. Нет, подожди, подожди. Вичард, подожди. Не переключайся. Не так быстро. Хорошо. Мы тебя долго ждали. Подожди. Я хотел смыться. Да, ты хотел смыться, но ты не попросил. Смотри, Вичард, значит, есть несколько вопросов по компании. Значит, мы с тобой говорили о том, что есть компания «Джан» находится в Германии. Ты говорил, что проверка какая-то будет. Кто-то туда может быть пройдет и так далее. Есть ли по этому поводу информация по Германии? То есть, есть ли какая-то информация? Скажи. Да, нет. Алло. Ричард. Микрофон. Я буду надеяться, что он сейчас перезайдет. Может, что-то произошло. Так, ладно. Вот он присоединился сейчас еще раз. Ричард, ты уже здесь? Ричард, ты слышишь или нет? Алло, сейчас слышно? Сейчас слышно. Сейчас слышно. Ты слышал вопрос? Да, вот смотрите, так, да, я вопрос слышал, вот так как у меня не было связи неделю, естественно, никого я никуда не посылал. Я считаю, что, во-первых, это сама компания объявит о себе, кто ее партнеры, где она находится, но вы получали все письма на свои имейлы и обратным адресом была указана компания, которая посылает вам сообщения. кто-то эти письма получал, посмотрите внимательно, адрес компании в Берлине. Хорошо. Алло. Да, это я понял. Слышишь меня, да? Да, слышу, слышу. Хорошо. Так, с этим понятно. Теперь еще момент, значит, есть ли какая-то информация вообще, когда будет запущен просто сайт официальный, ну, не то чтобы официальный, обновлен официальный сайт, уже есть, когда приблизительно какая-то информация вообще, инсайдерская, не инсайдерская? Нет. Да, инсайдеры говорят, что мы спим только 4 часа в сутки и готовим сайт. Понятно. Я верю, потому что подготовить и загрузить все данные, которые есть под 500 тысяч человек, это не так просто. Плюс, там же ведь, я не программист, но понимаю, что сайт вещь сложная. Когда-то я для своего финансового фонда заказывал сайт разработчикам. Они мне его делали 8 месяцев. Взяли за это 8 тысяч долларов. Ну, в конце концов, сделали очень глубокий, с большими возможностями. Я думаю, что здесь будет быстрее. Мы не знаем. Ждать мы не будем 8 месяцев, это точно. Так, что еще хотел спросить тебя? Так, 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 по-быстрому, и отпустить, и немножко по-музик, подожди. Да, 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 да. Ну, благо у меня в машине кондиционер, боже мой. Я понял. Так, хорошо, хорошо, подожди, секунду, тут люди спрашивали, сейчас, сейчас быстренько продвигусь. Так, 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 может, сейчас, так, ну, ребят, по поводу... Я побегусь. Сейчас один момент, я тут... Да, давай, давай, давай. Так. Да, я себе просто добавил немножко охлаждения. Я понял. У нас на улице плюс 33, по... Я понял. Так, сейчас так скучно и не споню, что-то столько вопросов было. Ты мне пиши заранее в чате вопросы, я хотя бы подготовлюсь. А-а-а. До завтрашнего дня будет себя... не все, не все, не все. Не все. Не все.